В нашем городе-районе много неравнодушных людей, которые часто звонят в нашу редакцию и предлагают интересные темы для съемок. Мы всегда рады такому партнерству, потому с радостью откликаемся на обращение. Вчера нас пригласили на съемку интересной находки, которую сделали жители поселка Кубриз на берегу реки Протока. Ах, сколько нам открытий чудных готовит простая прогулка по берегу реки. Могли бы сказать двое жителей поселка Кубриз, которые утром 26 октября на берегу реки Протока заметили торчащие из воды железные предметы, напоминающие старые снаряды. Мы прошли вообще на речку пройтись, посмотреть, как вода упала, рыба ходит здесь, рыбаки, и вот детский пляж получается. Увидели в воде два ржавых каких-то непонятных предмета. Хотели отнести, потом передумали. Нести. Вызвал я по 112, естественно, милицию. Мне ответили – ждите. Приедут участковые. Когда река милеет, как сейчас, то частенько приоткрывают свои клады, оставленные одной из крупнейших мировых войн Великой Отечественной. По словам поисковиков из отряда «Кубанский рубеж», в годы войны чуть выше по течению реки советскими войсками была подбита вражеская баржа, перевозившая боеприпасы. И уже на протяжении десятилетий находки в виде боевых снарядов становятся частыми трофеями мальчишек. В конце 42-го года нашей авиации была разбомблена баржа с боеприпасами. Основная масса попала, конечно, в воду. Два или три раза было предпринято Министерство самообороны разминирования. Приезжали водолазы, вывозили. Много довольно вывезли. Но остатки всё равно остались, потому что было и растащено. Скорее всего, что это пушечные заряды. Ну, это средние пушки. Это надо, если бы измерять, смотреть калибр, потом по справочникам определять. А вот так сходу определить очень сложно. Но то, что это не наши боеприпасы, однозначно. Несмотря на то, что эти боеприпасы пролежали в воде более 70 лет, они всё ещё представляют угрозу для жизни и здоровья людей. Снаряды опасны в любом случае. Если снаряд прошёл ствол, а как узнать, прошёл он или нет? У каждого снаряда есть обечайка, так называемая, она из бронзы. И если на ней есть риски, это говорит, что она прошла ствол. Уже этот снаряд трогать совершенно нельзя, потому что взрыватель уже взведён на боевое состояние. И в каком он состоянии за 70 лет внутри, никто это сказать не может. На сегодняшний день место, где были найдены снаряды, находится под охраной сотрудников Славянского МВД. В ближайшее время извлечённые из воды боеприпасы специалисты заберут для разминирования. Сколько ещё подобных сюрпризов ожидает нас повсеместно, сказать сложно. Главное – помнить о правилах безопасности и вовремя сообщать о своих находках, чтобы 70-летний снаряд не стал причиной трагедии в 21 веке. Опасные вещи после войны – эхо войны. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».